Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Смотри, где внимание, там и создание, да? И если мы посмотрим на людей, сейчас очень много людей, которые внимание направляют на экономию. И даже, ты знаешь, меня иногда просто в шок водит. Например, вот была килограммовая упаковка, а делаю 900 грамм, чтобы продать за те же деньги, да? А на самом деле, если посмотреть, это безумие. Это обман на обмане Ты продаешь меньше товара За те же деньги И думаешь, что ты в выгоде Ты продай больше товара за больше деньги Тогда ты будешь в выгоде А не в совое количество упаковок К человеку То есть вот это все моменты Они под основой своей имеют жадность На самом деле Человек хочет больше денег А он это называет маркетингами Стратегиями, еще чем-то прикрывает То есть знаешь, как Слово ложь, обман Прикрывается маркетингом В этом плане наш проект Беспрецедентный Я когда на него смотрю Я просто охреневаю Все стратегии маркетинговые Которые существуют на рынке Если взять Мы ровненько сделали наоборот Ровненько Но вывели, зато нет искажения Нет неправды И если люди настроены на то Чтобы привлечь как можно больше клиентов Клиент принесет тебе деньги Ты должен обслужить клиента И поцеловать его в попу То в нашем проекте Все построено так Чтобы максимально отбить желание У клиента приходить к нам Но те, кто дошел Те должны работать самостоятельно Очень много Потому что пока они не изменятся У них не изменится жизнь У них не изменится здоровье И смотри какая тема нарисовывается Получается в нашем обществе Та же медицина Она построена О том, что мы тебя вылечим Мы дадим тебе таблеточек А ты поправишься А ведь это заведомая ложь Вот если сказать Как оно есть Это построено на лыжи Да И самое главное Что каждый человек Он же Даже вот те, которые Даже не то, что даже А именно те, кто касается Непосредственно Этой профессии Да Они заведомо знают эту ложь Внутри Даже не знают, чувствуют Но они несут ее как знамя И передают, и передают То есть понимаешь Как человек Сам запутывается В своих собственных сетях И А цель Какая Да, жадность на самом деле У всех В основе лежит жадность Когда Когда смотришь на это А в основе жадности Лежит зависть Реклама Маркетинговая Когда Я подъезжаю Там на Порш Каен И вот Вот пожалуйста Вот точно так же Как-то по намера Вы вот точно так же Вы сможете иметь Такую недвижимость Вы сможете иметь Такие же машины Если вы вот будете Так, так, так Смотри А человек даже не задумывается А нахрен мне твой Порш А он не задумывается Но при этом Он реагирует на Порш Знаешь как Как на Когда гипнотизер Там показывает Как мой Маятник Да И он На этот маятник И пункт Вот оно Как работает Так почему мы Вчера исполнение желаний Начинали с того Чтобы человек задумался О его это желание Или не его Да То есть Банальный подход Дали Чтобы человек Вообще Не запускал К себе в жизнь Чужие желания Потому что Они из зависти И из жадности А из зависти И из жадности Откуда Сам механизм Приходит Зависти И жадности Вот этот Ведь Ребенок Приходит Чистым светом И у него Работает Один механизм Копирование Если мы Этот механизм Перенесем На взрослую жизнь Вот сосед Создал бизнес А другой сосед Смотрит И его мучает Зависть И жадность И он копирует И создает Точно такой же И потом пишут На стримах Спрашивают Своим ли бизнесом Я занимаюсь Что-то он у меня Не катит Ну правильно У соседки Катило У тебя Не катит Потому что У соседки Был интерес В этом бизнесе А ты интерес Деньгами заменила Ты просто Тупо Скопировала И получается Вот эти все Обучающие тренинги Которые сейчас идут Мы вас научим Как делать бизнес Мы вас Мы вас Мы вас Человека не учат Разбираться с собой Где твой интерес Человека учат Копировать Через жадность И через зависть А через жадность И через зависть На низкой частотке Ты можешь прийти К любви И к благодарности Ты все больше от себя Удаляешься И все Ты уходишь 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 Ты уходишь В разрушение И это неправильный подход Это разрушает здоровье Это разрушает семьи Это разрушает отношения Вот она ложь К тебе лезет И потом Ой У меня тут было много А потом я тут раз И разорился Конечно разорился А ты на чем строил Ты строил на любви И благодарности Или на жадности Или ты строил на жадности И на зависти Ответ очевиден Причем понимаешь Это настолько Настолько все примитивно И настолько просто Что иногда смотришь И понимаешь Вот когда в социуме Видишь Что это норма В социуме А то что мы говорим Не норма На самом деле То ты видишь Масштаб безумия общества Да То есть конкретно Это полное безумие Мы как спит И не понимаешь Что творит На самом деле когда мы говорим Как оно есть На самом деле Мы на самом деле Обнуляем Обнажаем программы Это так же как сказка Про голого короля Да А король-то голый Да Обнажаем И что у человека происходит Страх Как О А что ж теперь А что ж теперь И все И человек Со страху Начинает чувствовать Что его-то нет У самого себя Его нет А как А что теперь В доме мышь А что теперь Да Понимаешь И суть тогда в чем Если Если показать человеку Голого короля На самом деле То есть вот Король-то голый То есть ты голый Куда сейчас пойдешь За что ты будешь хвататься Пойдешь То есть вот ты Сейчас находишься Вот обнулился И в точке бифуркации И у тебя есть возможность Пойти в старые программы А я не есть Налево пойдешь Направо Налево пойдешь Да Или же ты пойдешь Сам создавать В ними неизведанную Пошел Да То есть и будешь А вот И вот Человек становится Перед выбором А для человека Это страшно Когда у человека Знаешь как А жизнь потеряешь Коня потеряешь Слушай Русские народные сказки Это невероятно Великолепное Да И человек Когда ты человека Ставишь перед выбором Он теряется Потому что Он привык идти Видит дорожку И идет Да А тут Нет дорожки И ему Вернее Есть дорожка старая Но там же Как бы Понятно уже Да Я прям чувствую Вот говорю это И прям чувствую Как внутри У него прям Рвутся эти сомнения Программы Эти все Ты знаешь Вот Либо ты идешь В свет Идешь В свет Блин Идешь сам Идешь сам Сам и без оглядки Идешь Обрати внимание Как тяжело Особенно на ранних Этапах Я почему Уже задумываюсь Плотно о центре Потому что Вот эти ранние этапы Развернуть человека К себе Именно сам разворот Он невероятно сложен Но вот Родители С которыми Мы только начинаем Работать По аутизму Я вижу Они реально Хотят работать Да Они реально Хотят Они Многие пришли Уже пришли Не в надежде Что их вылечат Уже пришли В том Что они будут работать Мы это видим Мы уже задумаемся О центре Да А они этого не понимают Они этого не понимают Они начинают работать Вот я заполнила Там 10 анкет И что И ты ждешь Что тебя похвалят За это И скажут Какая ты хорошая девочка Если ты искренне Заполнила их То у тебя Искренне будут Перемены в ребенке Но если ты сделала Это для нас То у тебя Не будет перемен И так каждый шаг Человек Привык Относиться формально Он делает все Для других Я лечу ребенка Для врача Я даю лекарства Потому что врач прописал Я провожу физиотерапию Потому что мне сказали Что так правильно делать Не я отвечаю за ребенка Не я ращу ребенка А что во мне Для других А скажи На что это похоже А теперь смотри По образу По образу и подобию Смотри Наташа Как теорема доказывала Ждается ребенок И он растет Он на кого полагается На родителя Да Но потом уже он взрослеет Он взрослеет И теперь берем Взрослого человека На кого он полагается То есть для ребенка Родитель Это внешний мир Это весь мир А теперь взрослый человек На кого полагается На внешний мир А получается Теорема доказана Мы не растем Человек не растет Остается ребенком в теле Зависимым от родителей То есть заведомо Я тело одеваю взрослого человека. Тело растет. Но я завешу от родителя. Как мне родитель скажет? Нет развития. Остановочка. Остановочка, да. И получается, что вырастают дети, у них внимание сразу направлено навне, на родителя. У родителя внимание направлено навне, на врачей, на внешний мир, на все. Когда родителей учишь, не предавайте своих детей. Ведь казалось бы, это априори. Ну как, ты привел своего ребенка в школу, а твоего ребенка начинают изгонять. И сколько вот сейчас за сентябрь таких случаев, когда претензии. Он-то не так сидит, он не так говорит, он не так себя ведет. Ну и что? И родитель, он может встать на сторону учителя и сказать, ты плохой, какое ты право имеешь ходить по классу во время урока? Да. Ты должен слушать учительницу. Ты должен делать, как тебе сказали. А может встать на сторону ребенка. Да. А может встать другому ребенку. Да. И, во-первых, подготовить почву для своего ребенка. То есть не боясь поговорить с учителями, со всеми, кому ребенка своему доверяет, своего ребенка кому доверяет. Подготовь почву, но при этом будь всегда рядом со своим ребенком. Не с той дядей, не с той тетей, не с тем дядей, а со своим ребенком. Рядышком с ним. То есть... Это же очевидно, это же твой ребенок, это твоя плоть и кровь. И ты его предаешь в моменте здесь и сейчас. Да, да. И точно так же ты его предаешь, когда ты его напихиваешь лекарствами, прививками и так далее. Чужой человек тебе это дал, внешнему, да. А ты этому человеку веришь, ты даже не спросил у него образования. А по сути своей, мы же так живем сами тоже. То есть смотри, взрослый человек живет, не берем ребенка. Взрослый человек точно так же, доверяет всему. Я заболел, мне таблеточки, какие там сказали, да. Раз, раз, и он доверяет слепо. На самом деле так. Да. Все извне. Все извне. Смотри, как. Превращается в мусорку, поэтому он и болеет. Да, да. Потому что он все в себя тянет. И что он может вам ребенку дать? Он то же самое будет дать. То же самое мусорку и передает. И это, конечно, невероятно. А мусорка на чем основана? Почему он все в себя тянет? На жадность. На жадность. Мое, мое, мое. Мое? А смотри, мое, мое. Но я не буду держать, но я не буду развиваться, расти, я не буду. Но мое, мое. И сундук растет, а он на нем сидит, а этот сундук уже вот-вот взорвется, взрывает. Все, пошла смерть. То есть смена тела. Да, 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 да. Потому что уже тянуть этот сундук тяжело. И точно так же за собой тянет карму, точно так же за собой тянет кучу программ, болезней и так далее. Потому что проститься с этим не может. Не может и не хочет. А проститься и не хочет. На самом деле, вот даже в последней нашей консультации, смотри, вот у человека есть точка выбора. Берешь наши книги, там все написано. Книга третья, инфодайм к счастью, да? Это если инфодайминговские книги брать, вообще пятая. Инфодайм к счастью. Человек берет в руки и открывает заявку на счастье. И в заявке на счастье конкретно написано, что надо сделать со своим прошлым. Вот даже со взмахом руки. А что человек делает? Он начинает, вот, а у меня было такое, а еще у меня было такое, а еще у меня вот это. Я еще, ну возьму я это еще, поношу с собой. Я еще поношу с собой и начинает переваривать. Я еще над этим подумаю, я еще это осознаю, я еще в это поиграю. А почему он в это играет? Потому что он в будущее пятится спиной, ему жалко расстаться с этим своим прошлым. И здесь эта жадность, и карма, это жадность в чистом виде. Он тянет этот рюкзак за собой. В чистейшем виде. А теперь смотри, как мы часто очень слышим от людей, у меня суды идут там по квартире, там, да, и так, ну, тяжело это. И вот что мне делать? Да блин, смотри. И я уже, это уже сколько лет тянется, и, понимаешь, тянется. Да блин, уже вопросы, ты уже ответ произносишь, тянется, зачем тебе надо? А надо это? Зачем ты тянешь? Отпусти. Нет. Если разбираться в этой ситуации, будет окажется, что вцепился, прямо вцепился зубами. И чаще всего в чужое. Да. И лучше я пострадаю, но не отдам от жадности, не отдам, не отдам. Я лучше свою жизнь под колеса брошу, ну, или впустую проведу свою жизнь, но я не отдам, вцепившись. Блин, из-за картинку эту в моей жизни была история аж опять-таки с квартирой когда-то, когда была возможность вцепиться зубами, да, и делить пожизненно, либо отдать и потом иметь, вон, сколько хочешь. И видишь, если ты не зацеплен за жадность, если ты спокойно прощаешься с квартирами, с недвижимостью, движимостью, с чем угодно, с деньгами, тебе оно приходит снова, потому что ты не создаешь пробку, ты не создаешь этот рюкзак, ты не создаешь затык. Да. И тогда через тебя легко, фух, знаешь, что это напоминает? То же самое с жадностью, запор. Если у тебя в организме легко проходит, вошло, вышло, прекрасно, организм здоров, прекрасно работает. А если у тебя запор, то ты потом не есть, не пить, ничего не можешь, и только ходишь и думаешь, как тебе в туалет сходить, опорожниться, и вся жизнь у тебя превращается в запор. Везде он у тебя перед глазами, как этот вот красный флаг для быка. Куда бы ты ни шел, что бы ты ни думал, ты думаешь, где ты посрешь. Вот оно, вот она жадность, это в чистом виде. Кстати, психосоматика запора есть жадность, жадность в основе. И потом проблемы с кишечником, жадность в основе. Как ни возьмешь, а это все приходит из вот этого механизма копирования в психике, единого механизма копирования. Корни туда уходят, но ты же можешь остановить копирование и сказать, стоп, я могу подумать и сделать сам. Бог сам. а не эго. Я Бог, да? Сам Бог. Сам Бог велел. Нифига. Бог берет и делает все абсолютно сам и осознает, что он делает. И тогда не надо автоматически копировать, тогда не надо автоматически в себя засовывать, тогда не надо автоматически жадничать. То же самое с бизнесами, точно так же в отношениях. сколько жён держит своих мужей. Моё, моё, моё. Я лучше буду страдать, но не отпущу. Но не отпущу. А он гуляет напропалу и туда-сюда. Уже бы 7 раз под жопу дал бы и имел бы нормального мужа и всё. И никаких проблем. А человек не может. Не может позволить себе, видишь? Это всё на слабости. Не видит. Он задом идёт. Задом идёт. Задом идёт в будущее. Вместо того, чтобы развернуться, к свету развернуться лицом. К свету. Да? А человек видит тьму сзади. И он смотрит в эту тьму и ему страшно. И жалко её бросить. И жалко бросить. Страшно бросить её. Да. Страшно бросить. Смотри, страх и жадность. А, кстати, в инкарнационном цикле там же тоже рюкзак этот кармический. Страшно бросить, чтобы не потерять материальный мир. Да, да, да. И вот этот зацеп и работает за карму именно конкретно. Чтобы не слиться с потоком единого сознания. Страшно бросить. Тоже интересный такой механизм. Но при этом, когда человек осознаёт жадность, сразу синхронно за ней будет скакать зависть. За ними потянется вина, обида, злость. Всё вот это брелести. На жадности сидит гордыня. Я поэтому, когда, например, расставляла расписание наших вот этих курсов, которые идут по чертам характера. Черты характера, кстати, важны. Это вход в состояние. Человек же не может даже градировать эмоцию, черту характера, состояние. Не может градировать. Поэтому инфодайминг тяжело даётся большинству людей. Что ты тут ещё какие-то чувства, а человек чувствами называет вину, обиду, злость. Вот это все его чувства. Да нифига. Это настолько малость, то, что ты произнёс. Этих чувств у тебя на подкорке миллион. И каждый раз они чувствуются, как если бы. Там даже слов нет. Но человек это упускает. А ключи на поверхности, вот они. когда ты разбираешься со злостью, завистью, жадостью. Ведь люди даже, когда вот мы отвечаем на какие-то вопросы, не сразу, даже не то, что не сразу, им кажется, что мы на иностранном языке разговариваем. Да, кстати, много пишут, говорят, мы не понимаем, о чём вы говорите. То есть, представляешь, казалось бы, знаешь, это как сказать человеку вот это солнце, да, а человек жил всегда с мнением, то есть, сознанием, что это луна. Да, а ты ему показываешь, это солнце, он, луна. И вот, знаешь, как, о чём, ну вот, типа, я не знаю, как просто ещё подобрать. Не понимает. На самом деле, меня очень сильно уделяют, мне кажется, мы очень простыми словами всё объясняем, в образы кладём, чтобы человеку быстрее доходило, о чём речь идёт. Но, вот это сумасшествие столь велико, реально, оно безгранично. И реально, этот мир сумасшедший и больной. И когда человеку вдруг показываешь вот это сумасшествие, у него возникает ступор, и у него полностью отключается мозг, он не может слышать, и уши отключаются, глаза всё подряд, он не может слышать, видеть. Поэтому иногда пишут, я понял, о чём вы говорите, там, через месяц, или через два. Вот, сегодня прислали тоже очередное, только услышали, полгода назад была консультация, только сейчас поняли, о чём мы говорили. Когда уже ударило по телу, а полгода где вы были? Видишь, поэтому удар по телу, болезнь, это вот этот механизм, который... Когда был вот этот ступор, не слышу, потом тебе тум по башке. Да, как вариант, что ты всё-таки почувствуешь, болит. Болит, да. То есть, боль, она выводит из этого ступора, когда ты, вроде я всё слышу, я всё понимаю, вроде я не дурак, но это вот вроде, вроде, вроде так, три же скольжения по поверхности. А когда тебя, тв, как гвоздь вогнали, и вдруг боль прошила собственная по телу, и тогда становится ясно, а я же скользил по поверхности, я же врал сам себе, я же формально писал анкеты, я же формально делал зеркало, я же формально проговаривал легализацию чувств, я даже где-то считал их дурочками и себя хитрее, и умнее их. Да, семь раз. Я даже не спорю, все люди умнее нас, у нас программа ума вообще очень сильно ограничена. Но зато работает разум. Да. Он безграничен. Поэтому даже конкурировать не имеет смысла. вообще на самом деле это особенно программы конкуренции. Кстати, конкуренция тоже жадность имеет в основе. Конечно. И зависть. В основе, да. Жадность и зависть. Вот они, программы конкуренции. А по сути дела, все женское взаимодействие в этом обществе построено на конкуренции. Недавно опять очередную психологиню услышала в инстаграме. И как она советы раздавала женщинам по взаимодействиям с мужчинами. И опять в основе смотришь манипуляция, зависть, жадность, мое, да. И понимаешь, девочки мои, вы же будете несчастны. Не слушайте эту чушь. Не слушайте эту чушь. Ваше дело прийти к искренности. Ваше дело увидеть себя настоящую, прочувствовать себя, разобраться с собой. Для этого надо исследовать и изучить, какая ты. И принять себя ту, какая ты есть для начала. Да, есть в себе жадность. Прекрасно, во всех она есть. Давай изучим, как она проявляется. И в те моменты, когда она проявляется, просто включим другую реакцию. Давай исследуем в себе зависть. Да, есть она, прекрасно, приняли. У всех есть зависть. Мы ее принимаем. Дальше посмотрим, как мы ее проявляем. И изменим нашу реакцию на другую. И так по каждому пункту. И в какой-то момент, когда ты уже доходишь до вины и обиды, то они сразу видятся глупостью. Ну, как можно обижаться на больных людей, на сумасшедших? Да никак. Это вообще не имеет смысла. Но для этого надо это сумасшествие увидеть для начала. А для этого надо сначала принять себя. А это кусок пути. а человек ждет. Даже когда к нам вот обращаются. Сделайте за меня. Вылечите мне. Исправьте мой геморрой. Я ничего менять не буду. Да, я уже, я делаю все, что вы сказали. Но почему-то результат никак не проявляется. И вот это таким тоном и понимаешь, что и выполняется так. Ага, это сказали сделать. Та-та-та-та. А ты-та. Понимаешь, вот механизм. Это просто формализм, механическое действие. Все. Курочка рябок. И ждет, знаешь, так, тумбошкой. Да, да, да. Так сделала. Ну, где? Почему? Где курочки рябок? Не появились еще. Да, да. Не появились дальше. Ну, где? Где? Что еще? Вот такое. Мы говорим вообще как? На каком языке? О ком мы говорим? О человеке? О человеке или о роботе? О роботе, да. Вот эта роботизация, конечно, она вырубает. Но смотри, мы-то с тобой понимаем глубину роботизации, понимаем, что пока человек не приходит к любви осознанно, робот не выключается. А прийти к любви это это очень большой путь. Это большой путь осознания, это очень большой путь трансформации. И это, по сути дела, да даже самому прийти к любви сложно. Тут нужна помощь друг другу. Помнишь, как мы приходили к этим состояниям? Ну, вот на перезачатии мы сейчас людям поможем. Те, кто участвуют в курсе, у них будет возможность это прожить. Но ты же понимаешь, что участвуют люди, которые уже прошли огромное количество программ и которые имеют чистое зеркало. Тогда ты приходишь к любви. Тогда в тебе в жизни ты просыпаешься. А так очень много пустого. Для человека начинающего, кажется, вот я сейчас делаю зеркало, я уже все сделал. Извини, ты пришел учиться читать и ты пока познакомился с буквой А и то пока, как пишутся палочки. Ты еще даже ее не знаешь, как она произносится. А ведь человек так обесценивает свою психику. Именно психика рождает всю реальность. Именно в психике заложено все, что происходит. Все декорации, все, что происходит с человеком. А человек ее упрощает. Даже обесценивает. Обесценивает и упрощает. И выводит в ранг примитивизма. Ну, если для тебя твоя психика примитивна, то ты тогда примат. Ты тогда не бог. Вот оно и показатель. Так и живут люди. Поэтому, блин, во всяком случае, у них сейчас есть возможность почитать книги, посмотреть видео и начать развиваться. Перестать врать себе. Просто перестать врать себе. Это начальный путь к себе. Да? По сути дела цель игры. А если человек увлечен другой игрой, например, игрой в бизнес, очень многие же увлекаются. Все равно потом есть кризис возраста где-то за 50, когда человеку и начинается беготня по религиям, строительство храмов и так далее. Типа откупиться и купить место в раю. И так смотришь на это. А это еще включает программы обесценивания своей жизни, обесценивания бизнеса, обесценивания того, что... Слив ресурса. Обесценивание того, что ты сделал и крошение зеркал. Если сюда добавить, то привет, инвалид. Вот она. Вот она инвалидность, которая вдруг влетает ни с того, ни с сего. Но люди этого не понимают. Увы. Поэтому и кризис. разбирайся своей головушкой.